Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и вы долго оговаривали меня сделать обзор на смарт-часы от Самсунга, который не так давно я заказал себе с компьютер-юниверс. И вот этот день настал. Сразу скажу, что этот обзор будет не совсем обычным, ибо мы поговорим именно о практике владения данными часами и надеюсь, что ответим на вопрос, а стоит ли их покупать и если да, то кому. Но перед тем как мы начнем, я хотел напомнить вам друзья, что у нас на канале идет розыгрыш. Мы разыгрываем видеокарточку 1660 Ti и также ряд призов от компании Deepcool. Розыгрыш продлится до 1 сентября 2019 года, у вас еще есть немножко времени, чтобы принять в нем участие, так что поспешите и возможно именно вам наконец-таки повезет. Ссылка на сам розыгрыш будет в описании, ну а мы собственно начинаем. Итак, Samsung Galaxy Watch выпускаются в трех вариациях. Серебристые на 46 мм и черные и розовые на 42 мм. Да и сейчас есть новые модели, но речь сегодня пойдет не о них. Внешний вид часов больше всего напоминает классику. Сделаны они добротно, из хорошей стали. Это не просто слова, ибо я пару раз действительно бил их об стену, об какой-нибудь косяк, не вписавшись в поворот, и лишь стирал с них известку или краску. Так что шансы, что пострадает стена, куда выше, чем шансы поломать часы. Производитель также обещает защиту от влаги и погружение вместе с часами на несколько метров под воду. Сам я лично это не проверял, но с уверенностью могу сказать, что мыть руки под краном можно спокойно, ни за что не опасаясь. Что касается управления и удобства часов, то меня очень порадовала крутящаяся круглая хреновина сверху. Умные люди подсказали мне, что она называется безель. Порой ее крутишь просто, чтобы занять руки или просто, чтобы успокоиться. Большинство навигации по меню и пролистывание текстов также делается через нее. Также на часах есть две кнопки. Одна типа назад, вторая типа меню. В остальном же управление осуществляется через сенсорный экран. Так что тут в целом также придраться не к чему. Управлять ими действительно просто. Теперь давайте поговорим о том, что же они из себя представляют именно функционально. По факту, если сказать просто, то это три устройства, заперты в одном. Стильные часы, фитнес-трекер и какое-никакое hands-free. Есть плюс некоторые добавочные функции, можно установить на них карты или игры, или тот же самый Samsung Pay. Но если вы думаете, что данные часы это прям смартфон на запястье, то смею вас огорчить. Без телефона, подключенного к ним по блютусу, можно сказать, что треть функционала просто теряется. А поскольку в России не введены еще виртуальные сим-карты, то избежать этой потери никак нельзя. Итак, давайте пробежимся быстренько по функционалу. Начнем, пожалуй, непосредственно с часов. Да, сами по себе они выглядят очень стильно и представительно. На них сразу обращает внимание глаз, особенно женский, как оказалось. Самый, наверное, основной плюс их это возможность смены дисплея. То есть надоела классика, сменили на электронный вид. Надоел электронный, поставили, не знаю, другой электронный или часы Артема из метро. В общем, вариаций просто до черта. В электронных может отображаться сразу куча информации, типа пройденных шагов, пульса, дня недели, сегодняшнего числа и так далее и тому подобное. В классике же радует звук секундной стрелки. То есть если поднести часы к уху, вы услышите вот это вот тиканье. Это просто прекрасно и реализовано действительно интересно. Как я уже сказал, вариантов дисплеев просто масса, как для классики, так и для электронных версий. Есть и бесплатные неплохие, есть и платные хорошие. Тут придраться не к чему. Наверное, смущает лишь то, что большую часть времени часы на руке находятся в состоянии отключенного дисплея, дабы экономить электроэнергию. Поэтому окружающие, вероятнее всего, всю эту красоту просто не заметят. И еще не очень удобно пользоваться ими, когда ты сидишь за столом. То есть повернул к себе руку, чтобы посмотреть время, а фиг вам. Часы все еще в спячке и не поняли твоих намерений. Порой это действительно выбешивает. К слову, держат они заряд достаточно долго, до пяти суток. Так, например, я ездил в командировку, в понедельник в шесть утра снял их зарядки, а разрядились они только утром в субботу. Это при использовании их лишь как часы. Если постоянно тыкать в них, использовать для разговоров, то заряда хватает примерно на три дня. Радует то, что зарядка у часов беспроводная и достаточно быстрая. Просто поставил их часы на платформу, и через два-три часа батарея полностью заряжена. Единственный минус, то что мне не нравится, это то, что нет никакой совместимости между зарядками для смартфона и, соответственно, зарядкой часов. И вывозить несколько кабелей с собой как-то не хочется. Так что вполне вероятно, что такие ленивцы, как я, будут просто оставлять часы дома на время отпуска. Они будут таскать с собой еще один кабель в коллекцию ко всем остальным. Далее у нас функционал фитнес-трекера. И вы знаете, при покупке я думал, что они будут намного точнее смартфона определять, идешь ты или едешь, скажем, на машине. Но не тут-то было. Я ехал в командировку из Хабаровска в район Полины Осипенко. Еще те чагиря, честно говоря. Так вот, в рейсовом автобусе трекер все думал, что я бегу. А когда мы пересели на пикап и поехали по медвежьему говну, он думал, что я, видимо, катаюсь на велосипеде. Почему такие взаимосвязи, честно говоря, я не знаю. Поэтому чем данный трекер отличается от того, что встроен смартфон или от дешевого китайского, я на самом деле не знаю. Измерение пульса и считывание его с руки тоже есть. Работает вроде как нормально, но все зависит от положения часов на запястье и того, как сильно они затянуты. Если затянуть слабо, то порой пульс просто не читает. Также часы, во всяком случае, в 46-миллиметровой версии, достаточно громоздкие. И на ночь их приходится снимать с руки не только для того, чтобы зарядить, но и просто, чтобы рука отдохнула. Поэтому мониторинг сна тоже есть, но он становится бесполезным, потому что часы спят отдельно от вас. Ну и третий, наверное, набор функционала, о котором стоит поговорить, это hands-free. На самом деле удобно, когда у тебя заняты руки или ты ведешь машину. В часы встроен динамик и микрофон, так что можно вполне ответить на звонок. Можно сказать, что эдакий аналог громкой связи. Связь, в принципе, хорошая, меня слышали отлично, претензий тут нету. Также можно посмотреть смски или ватсапки, часы пиликают, и ты просто нажимаешь в центр сообщения и можешь его прочитать. Нажимать можно и носом, если у вас заняты руки. Вот такой вот небольшой лавхак. Тут даже есть варианты быстрых ответов, что в принципе удобно. Главный минус всего этого добра, это то, что осуществляется оно через телефон, подключенный по блютусу. То бишь, если ты вышел из кабинета, отошел пару десятков метров от телефона, сигнал потерялся. А если телефон забыл или села зарядка, то часы, как я и сказал, становятся просто бесполезны. Также можно с часов переключать музыку на телефоне, не доставая телефоны штанов. Правда, аналогичных листалок для Яндекс.Радио или ВК-музыки я что-то не нашел. Поэтому это, насколько я знаю, работает только для стандартной музыки, которая скачана у вас на смартфон. Что касается прочего функционала, то очень понравилась функция найти смартфон или найти часы. Может быть полезна для тех, кто постоянно что-нибудь теряет. Просто нажимаете на кнопочку и устройство начинает пиликать. Вы, соответственно, рыщите его на звук. В принципе, очень даже неплохая функция. Что же до остальных вещей, типа карт, ютуба или игр на часах, то, как по мне, экран для этого не самый подходящий. Да и выбор приложений очень скудный. А все, что есть хорошего, обычно все платное. Не знаю, может быть я уже стар и мне некогда ковыряться в часах и смотреть на них ютуб. Мне проще залезть рукой в карман и взять телефон. Но вот школьники наверняка все это добро оценили бы, ибо списывать шпоры из таких часов за 200 евро, наверное, самое то. Наверное, единственное прикольное именно для меня приложение в часах, это, конечно же, Samsung Pay. Но чтобы добавить виртуальную карту на часы, нужно иметь приложение на телефоне. А у меня с этим есть неопределенные проблемы. Ибо мой Samsung привезен с Германии, и, соответственно, Samsung Pay на нем работать не хочет. Просто ни в какую. Да, эта проблема решается, но нужно будет заморочиться. Почему данную функцию в часах нельзя было сделать какой-то автономной, мне лично не совсем понятно. Как итог, друзья, я могу сказать, что если у вас много денег, или вы любите представительские вещи, или вы просто фанат всех этих гаджетов, то, наверное, вам стоит их купить. Лично я после трех недель игр с часами просто на них забил. И они чаще всего валяются у меня на полке. Одеваю я их, использую в основном только как часы, реже как фитнес-трекер или хэнс-фри. Так что решать, как и куда вложить свои деньги, как и обычно, только вам, друзья. А с вами, как всегда, был Белыч. Надеюсь, что мое мнение помогло вам определиться с вашим выбором. Всем еще раз спасибо. Если вам понравилось данное видео, то не забудьте нажать на лайк, подписаться на канал, на нашу группу ВКонтакте. Также у нас есть сейчас инстаграм-канал, так что подписывайтесь, чтобы быть в курсе новых событий. Всем еще раз спасибо и до новых встреч.